Новости на телеканале Хабар 24. В студии работает Сергей Гергель. Здравствуйте. В годы Великой Отечественной из Казахстана на фронт ушли около миллиона двухсот тысяч человек. Большинство домой так и не вернулись. Сегодня в память о тех, кто отстоял родную землю от фашистских захватчиков, в столице возложили цветы к вечному огню. Церемония проходила у монумента ОТАН Кургаушилар. Участие в ней принял и глава государства. Хасым Жумар Токаев лично поблагодарил ветеранов за победу. Ирина Панфилова продолжит. Одними из первых к монументу ОТАН Кургаушилар собираются главные герои праздника – ветераны Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что волосы давно покрыты серебром и идти уже тяжело, видна все та же солдатская выправка. Пока здоровье позволяет, пропустить эту встречу вечного огня фронтовики не могут. Провести этот праздник в кругу боевых товарищей для них очень важно. 74-ю годовщину Великой Победы в столице встречают больше 70 ветеранов. С каждым годом живых свидетелей тех страшных событий становится все меньше. Орден Великой Отечественной войны – медаль за отвагу. Грудь Джакана Сисибаева увешана наградами. На линию огня фронтовик попал в 17 лет. Был наводчиком секретного отдела. Не могли пройти в Ельву. Нам Катюши давали отрезок огонь зажигательным. В Катюши три снаряда. Осколочный, фугасный и зажигательный. А когда мы эту в Ельву не пропустили, зажигательный открыли, немцы. Все сгорели. Через четыре часа в реку в Ельву положили дорогу, и мы прошли. Прошел ветеран и всю войну. Трижды был ранен. Теперь он инвалид второй группы. В свои 94-е Жакан Сисибаев помнит все до мелочей. Особенно самый главный день, который приближали как могли. Я день победы встретил в Восточную Прусию, в Кензербург. Друг друг салавались, плакали. И не знаем, что делали. Мы же 17 лет, 18 лет, постоянно что-то живые остались. С суровых 40-х на фронт из Казахстана ушли около миллиона 200 тысяч человек. За отвагу и боевые заслуги сотни тысяч наших соотечественников награждены орденами и медалями. 615 человек признаны героями Советского Союза. Война никого не щадила и выбора не оставляла. Защищать родную землю приходилось и девчатам. Надежда Федорова и не представляла, что начинать карьеру фельдшера ей придется фронтовой медсестрой. Наш господин несколько раз был милый. Нам приходилось тяжело больных выносить в подвал и потом снова заносить. Вы не видели раненых, какие раненые приходили к нам. Вспоминать девочке очень тяжело, то, что вы пережили. Дай Бог, чтобы вы никогда ничего этого не увидели. Победу ковали не только на фронте, но и дома. Сегодня в столице проживают порядка трех тысяч тружеников тыла. Дети войны с малых лет ощутили на себе все тяготы того времени. Работать приходилось наравне со взрослыми, вспоминает Николай Тамбовцев. На праздник он приехал из Москвы. Когда начались ожесточенные бои, ветерану было всего 11 лет. Заготовка сцена, прополка и сбор урожая. Все жили по лозунку. Все для фронта, все для победы. Это реально было, это была наша жизнь. Мало было еды. Мы, пацаны, бегали в сервер Тайл, бегали до нового снега бальчиком. А вот и самый трогательный момент праздника – церемония возложения цветов и венков к монументу «Отан-Кургаушелар». Почетный караул сдержанно чеканит шаг. Первые красные розы к вечному огню от главы государства Касым Жумарта Токаева. Сразу после казахстанцы почтили память тех, кто не вернулся с фронта минутой молчания. Звучит гимн страны. Это символ мира и спокойствия. Тех главных ценностей, ради которых сотни тысяч солдат сложили свои головы. Завершилась церемония торжественным маршем. По одной из главных площадей города прошагала рота почетного караула Республиканской гвардии Казахстана. Президент пообщался с фронтовиками. Касым Жумарта Токаев лично поблагодарил ветеранов за победу. А жители и гости столицы тем временем спешили к монументу. Многие пришли на площадь семьями. В руках у них красные гвоздики, символ скорби. Наверное, в сороковых в Казахстане не было ни одной семьи, откуда не ушли на фронт. Мой отец Амиров Павел Игнатьевич прошел всю войну на передовой. Имеет четыре ранения. Четыре благодарности от маршала Советского Союза, генералиста Сталина Иосифа Лесядионовича. Вот в честь памяти его я пришла сегодня. Всех праздников. Радуйтесь тому, что у нас чистое голубое небо. На фронте у нас из рода клана Лысенко участвовало 10 человек непосредственно. Трое погибли на фронтах войны. Обязательно цените мир, спокойствие, тишину и так далее. Любите родину, за которой погибли тысячи. Это особенный день, потому что в этот день мы вспоминаем историю. Мы вспоминаем, кому мы благодарны за нашу нынешнюю жизнь. Мой прадедушка, его зовут Миша, и он прошел всю войну. Сильно я горжусь с ним, потому что у него все получилось. Спасибо дедушкам, прабабушкам и всем за победу. Всего за несколько минут вечный огонь утопает в цветах, как доказательство того, что спустя 74 года никто не забыт и ничто не забыто. Вереница людей, которые сегодня несут цветы, сюда, к монументу Хо-Танг Кургау-Шилар, не заканчивается. В День Победы каждый считает своим долгом прийти сюда к вечному огню для того, чтобы отдать дань уважения подвигу солдат Победы, которые ценой собственной жизни подарили нам мирное небо. Ирина Панфилова, Жандос Битабаров, при поддержке телерадиокомплекса президента Казахстана. Хабар, 24. Первый президент Казахстана посетил военный парад в Москве по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Нурсултан Назарбаев стал почетным гостем мероприятия. Перед началом парада Ельбасы и президент России Владимир Путин поприветствовали ветеранов. Отмечу, в торжественном марше приняли участие 35 пеших парадных расчетов, больше 130 единиц современного вооружения и военной техники и свыше 13 тысяч военнословища. День Победы, Орденов Ленина и Октябрьской революции. Тысячи жителей и гостей Атырау приняли участие в праздновании Дня Победы. Прошел он в обновленном парке Победы, где зажжен вечный огонь в память о тех, кто защищал мир от фашистских захватчиков. Тему продолжит наш корреспондент Виктор Сутягин. Для атыраусов, как, впрочем, и для всех казахстанцев, этот праздник особый. Поэтому в Парк Победы пришли тысячи людей, можно сказать, весь город. Праздник начался с возложения венков к святому огню. Первыми сделали это ветераны Великой Отечественной. К сожалению, ряды ветеранов редеют. Из Атараусской области на фронт ушло больше 73 тысяч человек. 25 тысяч бойцов не вернулись обратно. Они погибли на поле боя, умерли в концлагерях или до сих пор числятся пропавшими без вести. В 74-ю годовщину Победы встречают всего 15 ветеранов и около 2000 тружеников тыла. Почтить память павших от Атарауса могут не только у вечного огня. С 2015 года в Парке Победы установлена Стена Памяти. На ней имена погибших на фронте, умерших в концлагерях. И этот список будет пополняться, пока на нем не появятся имена всех фронтовиков. Я сегодня пришла еще раз вспомнить свой прадед Сатанова Хузбагара, еще всех погибших в этом Отечественной войне, чтобы они воевали, чтобы мы жили в таком мирном время, чтобы мы улыбались, радовались. Среди участников праздника было много подростков, детей, юных патриотов Казахстана, подхвативших эстафету памяти от старших поколений. У нас на фронте воевали прадедушки. Они не пришли с войны. Мы с сестренками пришли почти в их памятью. Я пришел со своим прадедом, чтобы он тоже поучаствовал в Параде Победы. Не соря на скорбь, День Победы – это, конечно, праздник. В парке была разбита полевая кухня, где ветеранов вспоминали молодость, а молодежь сприкоснулась с военным бытом тех далеких, но незабытых лет. Звучали песни военных лет, под которые наши прадеды уходили на войну. Шли длинными дорогами войны до Берлина, освобождая города и страны от фашизма. Виктор Сутягин, Амантай Матенов, Жандос Рахметуллин, Атрау, Хабар-24. 11 тысяч человек пришли на празднование Дня Победы в Таразе. В одноименном парке ветераны приняли участие в открытии Зала Славы. В нем представлены фотографии и экспонаты, рассказывающие о Второй мировой. Уникальных военных снимков полтора миллиона. Неподалеку от нового объекта развернулась полевая кухня. Фронтовиков угощали солдатской кашей. Отмечу, за последние два года парк Победы значительно преобразился и превратился в любимое место отдыха горожан. Парк изменился в очень хорошую сторону, я не узнал. Я просто рад, что наше поколение, даже не наше поколение, после нашего поколения, которое продолжает эту работу, чтит память дедов своих, прадедов, отцов. Прекрасный такой парк, прекрасный зал славы. Из североказахстанской области в Сороковые на фронт ушли свыше 90 тысяч человек. Каждый второй не вернулся с полей сражений. 74-ю годовщину Победы в регионе встречают всего 82 ветерана. И они не могут сдержать слез, вспоминая тяжелые военные годы. Тысячи жителей Петропавловска в День Победы пришли к Вечному огню, чтобы отдать дань памяти участникам Великой Отечественной. Потомки фронтовиков с портретами близких прошли по городским улицам. В честь праздника состоялся и автопробег. В нем участвовало около ста машин. В Костанай День Победы отметили в обновленном парке. За два месяца в него вложили 100 миллионов тенге. Основная часть денег пошла на декоративное оформление входной группы и установку 41 бюста. На гранитных постаментах герои Великой Отечественной войны и полные кавалеры Ордена Славы. Все памятники выполнены из бронзы и покрыты воском. Отмечен на фронт из Костанайской области ушли 73,5 тысячи человек. Вернулись меньше половины. Среди пропавших без вести почти 16 тысяч солдат. Война не окончена, пока не похоронен последний солдат. Слова великого полководца Александра Суворова стимулирует уже 11-й год подряд поисковый отряд «Майдан-Жолы». Простые заводчане каждую весну бросают все и едут на места былых сражений, чтобы попытаться найти и придать земле останки солдат. В этом году они поехали в Ленинградскую область, где их воевали и тысячами погибали казахстанцы. Наш корреспондент Асхатнязов тоже отправился на вахту памяти. Наложенная на монтаже немецкой речи звуки стрельбы. Вот в принципе и все, что нужно добавить для передачи атмосферы, которая царила в этих лесах еще каких-то 75 лет назад. Мы специально не стали накладывать черно-белый фильтр, чтобы не было ощущения, что все это старое кино. Это была реальная жизнь воевавших солдат. До тогда еще Ленинграда отсюда километров 50 линия, то есть самые блокады города проходила как раз-таки здесь. Одна из легендарных Синявинских высот. 43,5 метра над уровнем Балтийского моря. Посмотрите, какая хорошая позиция. Именно здесь приняла боевое крещение. 310-я дивизия, сформированная в Акмолинске. Во время войны этого леса и этих деревьев не было. Поэтому с этого наблюдательного пункта очень хорошо просматривались позиции немцев. Это была стратегическая высота. Помимо 310-я здесь воевала 314-я стрелковая дивизия, сформированная в Петропавловске. Она насчитывала почти 11 тысяч воинов, однако к концу войны на родину вернулись чуть больше трех тысяч. Точную цифру, сколько именно казахстанцев погибло в этих местах, назвать можно будет не скоро, а может вообще никогда. Подняли здесь 40 солдат. 40 солдат? 40 солдат в одной. В одной они были воронки. Получается, это было санитарное захоронение. Бессменный командир поискового отряда Майдан-Жилы рассказывает про свой первый поход, который прошел больше 10 лет назад в этих же лесах. Отряд состоит из сотрудников Павлодарского электролизного завода. И как раз таки в районе Синявина воевали около 4 тысяч павлодарцев. Поэтому у каждого нашлись причины бросить все и приехать. У меня дедушка погиб через три месяца начала войны, мамин отец, и пришла бумажка, просто погиб. Где, что, без вести пропавший. В этом году к отряду присоединилось и молодое поколение. Сколько тебе лет? 16. Ты еще в школе учишься? Еще в школе, да. В 10 класс. Зачем ты здесь? Отдать долг, почтить память предков, которые отдали жизнь здесь. Встречали мы здесь и еще моложе. Правда, это уже местные жители, и, судя по всему, цели у них немного другие. Найти кого мы хотим, самое главное? Пистолет. Пистолет ты хочешь найти? Да. А зачем тебе пистолет? Хочу стрелять. Кого? Волков. С помощью металлоискателей и интуиции поисковики ищут следы войны. А их здесь, как вы можете видеть, много. То воронка от взрыва, то бесконечные траншеи. Порой откопанные находки бывают очень неожиданными. Война идет, бои кругом. Зачем солдатам утюг? Это, по-видимому, не солдата, это, по-видимому, офицера. Он, видно, хотел где-то там, перед старшим командованием, где-то выйти, обратиться. Утюг, каски, патроны. Но в этот раз можно гордиться действительно уникальной находкой. Пулемет Льюиса, образца 1913 года. Уникальная находка, во-первых, потому что такое оружие само по себе производилось в ограниченных количествах. Ну а еще и поднять его из-под земли спустя 75 лет в таком состоянии – большая удача. На пулемете сохранились даже пластиковые ручки. Стояли российские отряды по пути. Они выбежали, начали смотреть, фоткаться и спрашивать, где нашли. Ну, эмоции. Давайте обмен сразу. Да. Мы вам что-нибудь заняли. Что предлагали за пулемет? Ящик фотки. Ящик фотки. И, конечно, самая главная находка – цель любой экспедиции. На языке поисковиков это называется «поднять бойца». Медальонов и других опознавательных документов при нем не было. Однако удалось найти личные вещи. Часть ложки, опасная бритва и вот такая вот керамическая игрушка. Возможно, даже он делал для детей домой, чтобы отправить. Либо из дома ему прислали на фон. Свистулька. Затем останки найденного солдата поисковики захоронили как положено. А пулемет передадут в музей. Такой, например, как музей «Панорама прорыв» в Ленинградской области. Здесь не только хранятся найденные трофеи, но и на площади в 500 квадратных метров развернута картина драматических событий одной из операций по прорыву блокады Ленинграда. Нужно отдать должное. Создателям этого шедевра детализация такая, что мурашки по коже. Здесь мы повстречали одного из ветеранов Великой Отечественной войны, который рассказал нам о тех, с кем ему посчастливилось воевать. Значит, положим самые храмы, считай, это грузины, татары и казахи. Самые храмы? Самые. Самые, это абсолютно. А казахи, это ребята такие, что люди на коне. Это уже город Кингисепп, стоящий практически на границе с Эстонией. Так сразу и не скажешь, что этот уютный городок в прямом смысле стоит на костях погибших солдат. И вот мы детьми бегали, и споткнешься вдруг обо что-то. Ну, мяч в сторону, интересно, что там такое белое. Начинаешь копать руками, у нас несколько человек. Одна кость, вторая, третья, череп. В Кингисеппском районе шли самые продолжительные бои за всю историю Великой Отечественной. С июля 41 по июль 44. И освободила этот город наша 314-я дивизия, за что ей было присвоено почетное звание Кингисеппская. Поэтому власти города без всяких проблем предоставили место под памятник в честь воинов-казахстанцев. Правда, сам гранитный камень был изготовлен за счет спонсоров из Казахстана. На торжественном открытии собрались местные жители, школьники, чиновники и, конечно, ветераны войны, которые, бросив трости, отдавали честь во время гимна Казахстана. Благодаря советским солдатам, которые на фронте никогда не делились на национальности, наше поколение не знает, что такое война. Благодаря бойцам, которые пали на подступах к Ленинграду, петербургские дети в войну только играют и из оружия стреляют в тире. А члены поискового отряда Майдан-Жулы, опять же, благодаря советским солдатам, имеют возможность приезжать каждый год сюда, чтобы отдать свой долг и поднять из земли не только останки погибших, но и их душу. Иначе зачем они здесь? Одним из стратегически важных объектов в годы войны был Чемкенский свинцовый завод. В стенах этого предприятия отливали каждые семь из десяти пуль, выпущенных по врагу. Сегодня от легендарного завода остались лишь руины. Однако память сильнее времени. Его история по-прежнему дорога для сотен тысяч жителей мегаполиса. Историк Татьяна Руяткина рассказала о том, как восстанавливали разрушенную мемориальную доску с именами 99 заводчан, навсегда оставшихся на полях сражений. Сейчас она установлена в одной из школ города. Из двух тысяч фронтовиков, работавших на заводе уже после войны, в живых осталось только пять человек. В гитлеровской Германии и даже существовал план, чтобы дальние бомбардировщики, дальняя авиация прорвались на наш свинцовый завод и разбомбили его. Потому что там тоже понимали, насколько важную роль играет наш завод. Не смогли, слава богу, к счастью, не смогли осуществить этот план. Но даже сам факт существования такого плана, это ведь очень далеко от линии фронта, говорит о том, какую роль сыграл наш свинцовый завод. На свинцовом заводе я начал работать в 1945 году. В подсобном хозяйстве мы готовили ящики под снаряды и патроны. 31 год трудился металлургом. Имею звание заслуженный металлург Казахской ССР и почетный металлург СССР. Сегодняшнее поколение счастливое. Желаю молодым мирного неба. И пусть они не увидят того, что пережили мы. Двери карагандинки Нины Сорокиной сегодня не закрывались. Она попала на фронт молодым врачом, а ушла на пенсию полковником. В этом году ветеран Великой Отечественной отметила свой 100-летний юбилей и продолжает делиться воспоминаниями о войне. Наша съемочная группа в ее насыщенном расписании едва нашла время для интервью. Товарищ полковник, разрешите? Разрешаю. Есть, понял. С поздравлениями, цветами и подарками в канун Дня Победы к Нине Сорокиной не зарастает народная тропа. В Караганзе сейчас она одна из немногих, кто хорошо помнит трудные военные годы и песни. Наше счастье молодое мы стальными штыками родим. Едва окончив медицинский институт, она тут же добровольцам попросилась на фронт. Призвали только на четвертый раз, но зато сразу совсем юная 22-летняя военврач попала в самое пекло. Под Сталинград. И сейчас она не может вспоминать без слез своего первого пациента. Парень на кожном лосе болтается, рука. Что мне оставалось делать? Я эту руку отрезала, этот лос, рука упала. И лет 20, наверное, парню сибиряк. Саша его звали. И он смотрит в голубые глаза, такие большие. Товарищ военврач, неужели отвоевался? Он не сказал, неужели инвалидность в жизни? Такие патриоты были. И не скажешь, что в этом году Нина Николаевна Сорокина отметила свой 100-летний юбилей. Хотя жизнь и после войны ее не слишком баловала. Многие годы и даже после пенсии она проработала в военкомате. Без дела не сидит и сейчас. По-прежнему много читает, уже выпустила одну книгу военных воспоминаний. Сейчас пишет вторую. Однажды каким-то чудом нам доставили банку американской свиной тушенки. Это один раз было. А так все вкусно было. Лошадь погибнет, мы ее на кухню. Нина Николаевна старается все делать самостоятельно. Сама готовит, убирает, стирает и гладит. Вот только, говорит, ноги пехотинца уже немного устали. Тренируйся, бабка. Тренируйся, детка. А ты здесь заляжешь, будешь и не встанешь потом. С ее лица редко сходит улыбка. А чтобы улыбок было как можно больше и вокруг, она много общается, шутит и старается дарить людям добро. В огне сражений вместе мы горели. Мы не умели пол накала треть. И если это все мы одолели, то старость можно тоже одолеть. Юлана Чонс, Василий Савкин, Хабар 24, Караганда. 96 лет в этом году отмечает комка Умбиталина из Мангистауской области. В годы войны она участвовала в боевых вылетах, а в мирное время стала одной из первооткрывателей нефтяных залежей ТРУ и Мангистау. Коллеги назвали ее принцессой буренья. С каким настроением встречает День Победы ветеран войны и труда, узнала Тамара Степанова. У комки Умбиталины два ярких воспоминания о войне. Первое – День Победы, и здесь не нужно объяснений. Второе – встреча в Уссурийской тайге с хищниками. Этот случай произошел уже после 9 мая, когда пришлось воевать с японцами. Сейчас ветеран рассказывает о нем с усмешкой, но тогда ей было не до шуток. Помню, пули прошили, двигатель, самолет горит и падает. Командир отдает приказ прыгать. Приземлилась я в Уссурийскую тайгу, струпы парашюта зацепились за дерево. Так на нем всю ночь и провисело. И слава богу, внизу увидела и тигров, и медведей. В темное время суток чаще хозяева хищники. Я бы не спаслась. Утром меня нашел лесник и провел в деревню. Комка Умбиталина родилась в Западно-Казахстанской области в 1923 году. В 18 лет она, как и много других ее сверстников, сменила школьную форму на военную. В 1942 году ей доверили грузить снаряды в бомбардировщики. Затем разрешили вылетать в составе экипажа. Она служила в 9-й воздушной армии на 1-м Дальневосточном фронте. Участвовала в боевых вылетах во время войны с Японией. В списках наград этой отважной женщины – благодарность от Сталина за боях на Дальневосточном фронте. После войны ветеран посвятила себя геологоразведке. День Победы был самым радостным. Встретила его на Дальнем Востоке. Радовались. И слезы счастья лились из глаз. На войне нужно уметь многое, иначе смерть. Погибнуть страха не было. Больше боялись в племь попасть. Мы знали, нужно защищать нашу родину. Были одной семьей. Сплотились и выстояли против врага. Из Мангашлака в 40-х годах на фронт ушли больше 6 тысяч человек. Почти 5 тысяч из них не вернулись с войны. Сейчас в области живет 16 солдат-победителей. 9 из них – в Актау. В последние дни у мемориала «Вечный огонь» непривычно многолюдно. Здесь установили стенд памяти. Люди приносят сюда фотографии погибших и ныне живущих ветеранов Великой Отечественной войны. Вот и я принесла сюда снимок своего деда, гвардии лейтенанта Лалова Никиты Мироновича. Он добровольцем пошел на фронт. Был командиром разведгруппы. В День Победы встретил в госпитале в Чехословакии. Тамара Степанова, Ренат Дусалиев, Мангостауская область, Хабар, 24. В Западно-Казахстанской области проживают 83 фронтовика и больше 5 тысяч птуловиков. В Управлении по делам обороны Уральска и воинской части 55-17 регионального командования Батыс вспоминали подвиг ветеранов и показали им, чего достигла армия за годы независимости. Аминжан Андрахманов – почетный гость воинской части. Ветеран войны – один из тех приглашенных, кому здоровье позволило прийти на праздник. На фронт он ушел с 17-летним мальчишкой, воевал в 52-м гвардейском минометном полку. Освобождал от фашистов Прибалтику, победу встретил в Москве. В душе, несмотря на свои 92, он тот же бравый солдат. С интересом смотрит на показательные выступления молодых офицеров, радуется мощи казахстанской армии. Здесь, в воинской части 55-17, служит один из 28 внуков ветерана. Роман представляет третье поколение военной династии Адрахмановых. Именно подвиг деда и мужества бабушки, переживший все ужасы блокадного Сталинграда, подвигли его выбрать военную службу. Их жизненный пример учит всегда в любой ситуации оставаться человеком, быть преданным своей родине, любви к своей родине, любить своих детей. Мы должны всегда помнить, мы должны гордиться этим. Благодаря ним мы сейчас живем в этой прекрасной стране и радуемся жизни. Сегодня, глядя на показательные выступления офицеров части, понял, кем хочет стать в будущем третиклассник Саша Хигай, защитником Отечества. Фашистские войска решили захватить Советский Союз. Дедушки, ветераны, это наша память. Если бы не они, война бы до сих пор длилась. И мы бы не могли достичь таких войск. Если бы не они, то не было бы жизни. Я бы хотела быть тоже смелым, хотела помочь семье, защитить ее от войны. В Приурале сейчас осталось чуть больше пяти тысяч западно-казахстанцев, вковавших победу в тылу. Их подвиг тоже не оценим. Виктору Графкину было всего семь, когда началась война. Он, как и тысячи его сверстников, заменили в колхозе мужчин. Работали в поле, собирали пшеницу для фронта. Тогда и познакомился с супругой, с которой прожили вместе 60 лет. День победы до сих пор в памяти. Меня всегда переполняют эти чувства. Я всегда плачу. Почему? От счастья, от радости. Мы живем в это время уже много, наших уже много нет. А мы все живем, все хорошо у нас. В этот день все желающие могли отведать настоящие солдатской каши и послушать душевные песни военных лет. На этом все. И еще раз всех с праздником. Всего доброго. И до свидания.